Привет, друзья! В этот раз вы посмотрите и послушаете в моей аранжировке американскую песенку, которая, пожалуй, побила все рекорды давности. А спела ее певица Софи Такер еще в 1911 году, а автор этой песенки Шелтон Брукс. Вообще-то родилась певица Софи в России, но в начале 20 века вся семья эмигрировала в Америку, в штат Коннектикут. Там она вышла замуж, и там началась ее музыкальная карьера. Вообще-то в ее репертуаре было много песен, но настоящим ударным хитом стала песня Some of These Days или Некоторые из этих дней в переводе. Из воспоминаний этой певицы становится ясно, что появилась эта песенка с большим трудом Благодаря чудовищной настойчивости автор музыки Шелтона Брукса и совету ее подруги Молли. Вот как она вспоминает все это. Многие авторы песен приносили мне свои работы, умоляли посмотреть их песни и взять в репертуар. Каждый исполнитель сталкивается с подобными вещами. Вначале вы относитесь к ним внимательно, но через несколько лет вы становитесь с ними небрежными. Так было и со мной. Однажды Молли подошла ко мне разгневанная. «Смотрите, — сказала она, — с каких это пор ты стала такой важной, что не можешь послушать песню юного композитора? Этот парень Шелтон Брукс болтается, ждет, как собака с вытянутым языком, чтобы ты послушала его песню. А ты бегаешь, хлопая крыльями, как курица с отрубленной головой. Тебе не удастся продвигаться дальше в музыке, позволяя такому хорошему пареньку бегать по кругу». Ну вот так. Вот такая история. Разумеется, эта ударная песенка сопровождала Софи Такер на протяжении всей ее жизни. Ведь благодаря записи и исполнению этого шедевра Софи взошла на олим популярности еще в начале 20 века. И песня эта вошла в историю джазовой музыки и была в репертуаре многих-многих других исполнителей, в том числе и знаменитой американской певицы Эллы Фиджеретт. Кстати говоря, и у нас в Советском Союзе эта песенка была издана в виде грампластинки, а Леонид Тосипович Утесов, ну если так можно сказать, мэтр советского джаза, пел эту песню в своей программе и называлась она «Прости, прощай, Одесса, мама». Я, в принципе, давно уже знал эту песенку и слова в ней были такие. «Прости, прощай, Одесса, мама, мне не забыть твой гордый вид, и парк и порт у синего моря береговой твой гранит. Прости, прощай, Одесса, мама, прощай навек моя земля, тебе спасибо за Одессита, что ты такого мама родила». Ну вот, в который раз напоминаю всем вам. Как всегда, подписывайтесь на мой канал с колокольчиком, который известит вас об очередной моей передаче. А выпуски моего журнала чаще всего происходят по вторникам, еженедельно. И если кто-то из вас новичок на моем канале, то начало всех серий моего журнала под названием «Мьюзик Скай» или «Музыкальное небо» вы найдете по ссылкам в описании под этим видео. Также извещаю вас о том, что по пятницам еженедельно я обычно выхожу с новым чисто музыкальным контентом. Это могут быть и песни, в том числе и мои авторские, это инструментальные пьесы самого различного характера, в основном для саксофона, ну и татарский фолк. Также совсем недавно я сделал новый плейлист «Это мои путешествия и всякое разное». То есть здесь будут затрагиваться самые разные темы из нашей жизни, в том числе и рассказы о гастрольных поездках. Итак, увидимся, друзья. Всего вам хорошего, пока-пока. И слушайте и смотрите песню «Some of these days». Пожалуйста. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»